Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы завершаем рассмотрение послания к евреям. 13 глава. Призыв к братолюбию. Братолюбие между вами да пребывает, странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелов. Дело в том, что, конечно, мы понимаем, что ранее церковь жила во многом во враждебном окружении. Это не только касается получателя послания к евреям, это касается большинства посланий, которые мы с вами встречаем, и послания апостола Павла, послания Якова, первого послания Петра, отчасти даже и послания апостола Иоанна. Поэтому, конечно, делая выбор в пользу новой для себя веры, люди того времени, они прекрасно понимали, с чем они связывают, куда себя это ведет, чем может закончиться. И мы понимаем, что это был непростой выбор, что он требовал мужества, что он требовал решительности, а главное, несомненно, большой веры. И в этой ситуации так важно было, чтобы внутри церкви не было бы всего того, что могло бы людей из нее как бы вытолкнуть, чтобы могло бы в них посеять разочарование, потому что если нет братских отношений, если нет любви, ничто так не разочаровывает в христианской общине, в христианске в целом. Поэтому, если мы сами не чувствуем этой любви иногда, если мы ее не ощущаем, не видим, то тогда, конечно, мы тоже можем несколько разочароваться и в церкви, и в тех, кто ее наполняет. И поэтому этот призыв является отправной точкой, напоминание о необходимости братолюбия, которое может поддержать каждого человека, которое может удержать его на плаву. Не менее важно было то, что, как мы понимаем, во многом церковь жила благодаря проповеди именно странствующих проповедников. Такими странствующими проповедниками был апостол Павел, другие апостолы, те, кто их сопровождал, те, кого посылали разные церкви. И, конечно, сейчас этот момент все время сходит, благодаря развитой сети коммуникации, но тогда именно расширение христианства во многом было связано именно с такими проповедниками, миссионерами, пророками, как их иногда называли. И поэтому братолюбие не только, но и страны приимства, оно было крайне необходимо в церкви, потому что в любой момент в церковь, в общину церковной могли прийти такие люди, и им необходимо было оказать должное расположение, радушию, любовь. И, опять же, это требовало от людей какой-то душевной широты, сердечности. Наверное, каждый из нас находился в ситуации, когда, может быть, какие-то гости для нас становились трудно переносимыми, нам было тяжело с ними. Действительно, люди имеют какие-то свои особенности, иногда непредсказуемые. И поэтому, конечно, странолюбие – это тоже один из видов жертвоприношения, самоотверженности, которое несла ранее церковь. А ведь это, как правило, были церкви, которые состояли из людей малоимущих, небогатых, в том числе и община послания к евреям, потому что, как мы неоднократно помним и говорили, их имение, оно уже давно было расхищено, и, в общем, конечно, им трудно и тяжело жилось. Помните узников, как бы с ними были в узах страждущих и, как бы, сами находящиеся в теле. Итак, возможно, что кто-то из членов этой общины оказался в темнице, в заточении за свое убеждение, за свою веру. И это, конечно, было непростым случаем и трудной ситуацией, потому что, конечно, требовало от общины участия в таких людях, помощи им. И здесь дается очень важный совет. Как расположить свое сердце, как не забыть о таких людях, и как не самоизолироваться, а надо себя поставить на место другого человека. Помните, узни как бы были сами находящиеся в теле и страждущих. То есть, другими словами, если человек страждет, если он болен, если он терпит лишения, заточения, необходимо, как бы, разделить с ним эти тягоды, изнутри понять, чего он лишен, что он вынужден терпеть, каким непростым является его положение, и тогда это даст возможность открыть сердце для помощи и для деятельного участия. Брак у всех будет честен, ложа непорочна, блудников и пролебодеев судит Бог. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя, не покину тебя. Так что мы имеем смело говорить, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Ну, действительно, если человек имеет серебролюбивый нрав, то ему чего-то всегда мало, чего-то всегда не хватает. Он неизбежно завидует тем, у кого больше, кто находится в лучшем положении. Это рождает постоянное неспокойство, неудовлетворенность, несмирение и, конечно, неготовность положиться на Бога, который и призывает читателей. Священописатель, говоря о том, что Бог не оставит и не покинет их. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Мы уже не раз с вами к этим стихам обращались. Действительно, община, которая была написана на это послание, она имела уже долгий стаж, церковные жизни, и многие из их наставников уже умерли. И в этой ситуации, ситуация, по-видимому, может быть, которая как раз и была причиной того, что либо вся община, либо часть общины решила вернуться в лоно отцов, в веру отцов, к иудаизму, связанная с тем, что те, кто раньше управлял общиной, где и руководил, отошли в мир иной. Возможно, новых лидеров такого же уровня, такого же плана в этой общине уже не существовало. И поэтому, собственно говоря, священный писатель, он и пытается восполнить этот пробел, понимая, что эту общину некому наставлять, что она, по сути своей, оказалась без должного управления и внимания, он пишет ей для того, чтобы предупредить ее от возможного отступления. И напоминает, также говорит, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Известная фраза, которая указывает на то, не просто, что Христос продолжает жизнь, а что общение с Ним — это не только лишь достояние прошлого. Ведь, вспоминая любого человека, который жил когда-либо, мы понимаем, что прошло время, человек ушел в мир иной, как и наставники, о смерти, которая говорилась в предыдущем стихе, но есть одно исключение. Евангелие и Новый Завет в целом, который говорит о Христе, это не биография человека, которого уже нет с нами, который когда-то жил, а теперь становится достоянием истории. Иисус Христос продолжает жить, Он воскрес. И, читая Евангелие, мы читаем земную жизнь человека, который не только продолжает жить, но и находится с нами в общении, в контакте. И мы вступаем в общение с Ним, в молитве, в церкви, в таинствах. И поэтому вот эти слова, они, именно это подчеркивает, что Христос не только в прошлом, он в настоящем, он присутствует с нами здесь и сейчас. Учением различным и чуждым не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укрепляют сердца, а не ясными, от которых не получили пользы занимающимися ими. церковь спустя годы или даже десятилетия своего существования столкнулась с реальностью возникновения лжеучений. Конечно, они не сразу возникли, не сразу представлять стали для нее опасность, но вот поздние послания, Нового Завета и послания апостола Павла и соборные послания они как раз уже во многом написаны и созданы благодаря возникновению этой опасности, опасности лжеучений, которую, может быть, ранее церковь в такой форме и в таком виде не знала. И о них и предупреждает тоже создатель послания и говорит дальше следующее, мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скини, так как тела животных, которые кровь для очищения греха вносят первосвященникам в освятилище, сжигаются вне стан, то Иисус, дабы осветить людей кровью своей, пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание, ибо мы не имеем где постоянного града, но ищем будущего. Здесь нужно вспомнить еще один аспект, еще один момент обряда дня очищения, ну и вообще того, что непосредственно было связано с жертвоприношением, перед жертвоприношением туши животных всегда сдирались, и их не было необходимо уничтожать, и уничтожались они, как говорится в послании, за станом, то есть опять это реакция, воспроизведение реалий времен исхода, времен путешествия еврейского народа по пустыне, то есть нельзя было эти шкоры оставлять, нельзя было их никак использовать, потому что они были связаны с жертвоприношением за грех, и считалось, что они осквернены, в том числе, кстати, говоря и шкура одного из козлов, которую приносили в жертву, а крови которую окропляли святая святых, и вот здесь мы видим такую интересную аллюзию, такое интересное сравнение именно этой необходимостью сжигать кожи за станом и объясняет автор послания то, что Иисус Христос был распят вне Иерусалима. Эта важная тема, она поднимается в Новом Завете, в частности, например, вспомним в притче о виноградарях, в Евангелии от Марка говорится, что виноградарей выводят сына, которые приходят к ним за плодами, и убивают его вне виноградника. Христос был распят вне Иерусалима, и поэтому, говорится, в послании выйдем к нему застан, нося его поругание. То есть это предупреждение от того, чтобы читатели послания вновь вернулись в Русалим, к пышному благослужению, к тому ритуалу, к тому культу, с которым они хорошо знакомы. И не имея возможности в силу своей христианской веры участвовать в этом прежде известном им ритуале, это еще не означает, что жертвоприношение для них полностью исключено. Послание говорит о другом, не менее значимом и важном виде жертвы. «Будем приносить ему жертву хвалы, то есть плод уст, прославляя имя его. Не забывайте также благотворение общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Благотворение общительности – это то, с чего начиналось эта глава, мы об этом с вами говорили, рассматривая указания и призыв к братолюбию и странолюбию. И такое служение рассматривается тоже как жертва. И словословие Богу, хвала ему – это тоже жертвоприношение, потому что они угодны Богу, потому что они тоже требуют самоотдачи, потому что это тоже то, что мы из своего сердца обращаем к Богу и таким образом служим ему. И тем самым послание напоминает о том, что служение Богу сосредоточено не только в культовых формах, не только в храмовых ритуалах. Служить Богу, воздавать Ему хвалу можно и другими способами, формами, и эти формы, они тоже угодны Богу. Это и словословие, и хвала, и молитвы, и служение другим людям. «Помянуйтесь с наставником вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Ну, конечно, несмотря на то, что некоторые из наставников этой общины уже умерли, кто-то продолжал жить, и, по-видимому, в этой ситуации, в ситуации, когда община стояла на пороге возможного отступления, для этих наставников эта ситуация, она была очень непростой, очень болезненной, и подумать о них, прислушаться к их призывам, внять их наставлением, и призывает священописателя своих получателей. Он также просит молиться и о себе, и просит, чтобы делать это, чтобы он был возвращен вам, то есть, конечно, здесь, возможно, он говорит о каких-то своих обстоятельствах, очень схожих с тем, что претерпел в заключении апостол Павел, Божия мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого крови завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли его, производя вас благоугодно ему через Иисуса Христа ему слава во веки. Аминь. Вот это конечное увещание, которое еще раз как бы подытоживает, которое обобщает вот все те глубокие и разноплановые мысли, которые мы с вами встречали в этом послании. Здесь говорится о том, что Бог возник из мертвых Иисуса Христа, именно воскресший и прославленный Христос, он является пастырем своей церкви. Этот образ нам более известен из 10 главы Евангелия от Иоанна, но мы вам тоже здесь одного из любленных образов древней церкви Христа как пастыря с вами встречаем, он является пастырем-начальником и возглавителем церкви, и эта прерогатива она была ему делегирована благодаря его искуплению, он велик кровью завета, своей кровью Господа нашего Иисуса Христа, и здесь конечно возможно есть указание на Евхаристию, потому что не случайно до этого было сказано, что мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скини, речь идет по-видимому действительно о том бескровном жертвоприношении, которое совершается на земных жертвенниках, которое является воспроизведением той жертвы, которая совершилась на Голгофе и приобщением к ней. Собственно говоря, я уже говорил, что помимо послания к евреям мы с вами нигде такого словосочетания в Новом Завете не встретим, помимо Евангелия кровь завета. И конечно призывая к стойкости и к добродетели, священописатели напоминают, что исполнение воли Божьей невозможно, если сам Бог не окажет в этом содействия и поддержку, произведя вас благоугодно ему через Иисуса Христа. Христос является посредником, с Ним мы связаны, Он является предметом нашей веры, Он образует, дарит нам великое спасение, и поэтому выбор Христа в читательном послании он обеспечит и гарантирует им помощь Божию и в этой жизни, и в будущей, потому что действительно адресат оказались в непростой ситуации, они чувствовали некую свою покинутость, они, наверное, чувствовали свою одинокость, беззащитность перед теми ситуациями, которые их окружали, и вот это окончание, оно является еще одним напоминанием о том, что через Христа, которого выбрали адресаты, которого они верили, Бог не забудет о них, Он всегда им окажет и содействие, и помощь, и поддержку, раз для них и ради них совершилось великое спасение, которое раскрывается в этом послании, так и их участь она не будет для него незаметна. и еще мы встречаем некие напоминания, увещевания, прошу вас, братья, петь слово увещание, именно так словом увещание называет автор этот замечательный и знаменательный текст, я же немного написал, вы знаете, что брат наш Тимофей освобожден, я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас, ну, для нас Тимофей является одним из сотрудников апостола Павла, получателем его посланий, и конечно, это указание, оно несколько таинственное, и мы, собственно говоря, не знаем тех деталей, которые за ними стоят. Приветствуйте всех наставников ваших, всех святых, приветствую вас италийские, то есть, возможно, это послание, оно было написано, где-то из Рима, из Италии, из этой области, и благодать со всеми вами, аминь. Приветствуем ваших и всех святых. Дело в том, что это окончание, оно нас тоже знаменательное, дело, не раз мы можем встретить на страницах, на заветных посланиях, что вся церковь в целом, все, кто в нее входит, именуются святыми. Это важно, важно, потому, что для нас сейчас святые, это вот как 11 глава послания, какие-то уникальные, особенные люди, те святые, которых прославят церковь, в которых мы можем обращаться к Богу с молитвой, и которые, по крайней мере, свережутся в нашем месяцословии, а в ранней церкви святость она понималась именно не просто лишь как какое-то нравственное совершенство, как уникальной жизни, как особенное отметина в служении Богом. Слово святость, еврейское кадеш, означает отделенность, и это то, что отделено для Бога, святой, что не может использоваться в профанном употреблении, и люди святые, это люди, которые отделили себя от этого мира, которые принадлежат Богу и служат Ему. И мы с вами знаем, что это служение для святых ранней церкви и для святых всех времен, оно не было простым делом, оно всегда было связано с трудностями, с искушениями, с испытаниями, с готовностью сохранить верность Богу в непростых обстоятельствах, в желании всегда и во всем служить Ему. И поэтому, хотя это послание по своей ситуации, послание к евреям, оно, конечно, потеряло свою актуальность, потому что, собственно говоря, было связано с конкретными обстоятельствами ранней церкви, тем не менее, вне всякого сомнения, оно иносит свое непреисходящее значение, как величием своего богословия, так и напоминанием о том, что Бог совершил это искупление, и это искупление, оно является для нас напоминанием о том, что действительно Бог с нами, что как бы нам порой не было тяжело, трудно, какие бы обстоятельства и ситуации не происходили в нашей жизни, все равно, все равно то, что искупление совершилось, свидетельствует о том, что Бог нас не покинет, о том, что Он нас не восставит, о том, что Он все равно во всем и всегда будет с нами. Субтитры сделал DimaTorzok